И мы подошли к второй части нашей презентации, нашего семинара. Вести семинар будет Олег Кислицин. Как мы устали или можем продолжать? Продолжаем? Хорошо. Олег. Технический директор компании МСС. Здравствуйте. Очень приятно видеть на кого-либо лицо. Секундочку. Знаете, когда меня наши замечательные маркетологи просят прочитать техническую часть, я все время спрашиваю вопрос, задаю обязательно в аудиторию, и спрашиваю о том, что вообще, я вот знаю, вот некоторые товарищи пользуются принтерами Маджикард, а вообще все их используют в своей деятельности или впервые, как вы здесь об этом слышите? Используете. Вы используете, да? Используете. Используете, да? А какие модели у вас? Эндуро. Эндуро, да? Да. А какое впечатление от принтеров? Вполне нормальный принтер. Вполне нормальный. Справляются с тем, что самое... То есть те же датчики, которые перед вами стояли, он выполняет, да? Да. Я вот хочу товарищу спросить из Мейл.ру, да? Как у вас впечатление от этих принтеров? А он мне такой положительный. Положительный, да? Да. А есть у кого-нибудь, скажем так, какой-нибудь экспириенс о том, что плохой, как будто с загвоздками, с проблемами принтера? Есть? Понятно, хорошо. Ну, тогда да, значит, мы правильно здесь собрались. То есть, по всей видимости, англомерат того, что работают инженеры, разработчики, софтварные девелоперы и тому подобное, оно выливается вот в такой продукт, который позволяет выполнять те задачи, которые они делают. То есть, принтер получился... Принтер на самом деле достаточно удачный, даже с точки зрения сервиса. То есть, у нас не возникает больших проблем, таких, что прямо неразрешимых, когда мы не можем понять, собственно, в чем дело. Вот. Иногда бывают нюансы определенные технические, которые связаны, ну, когда меняется модельный ряд, и, как бы, скажем так, старые модели уходят, новые пришли, и очень нужно поддержать именно старые модели. Здесь возникает определенный роды, то есть, загвоздка только в логистике поставки запчастей, больше проблем не возникает. Ну что, перейдем непосредственно к самой технической части. Так. Как Алексей уже говорил, в принтерах BudgeCard используются две технологии печати. Это технология, которая называется субликуционный термотрансферный или прямой перенос изображения непосредственно на карту с ленты красителя. Или трансферный метод печати изображения, когда переносится с помощью специальной ленты, которая является, как бы, средним связующим длином между, скажем так, к изображениям, которые наносятся на эту ленту, и потом уже переносится непосредственно на карту. У этих двух технологий существуют, скажем так, определенные нюансы. То есть, когда мы говорим про сублимационные методы, то изображение как бы интрузионно в карту непосредственно вносится. То есть, оно не то, что является как бы сверху пленкой, а оно все-таки проникает у нас в пластик. Прошу прощения. Вот. То есть, смысл этого всего заключается в том, что вот от этого фактора, да, от красителя и самой карты зависит очень многое. То есть, перенос изображения осуществляется непосредственно на карту. Ну, единственное, скажем так, как бы, вот не то, что недостаток, а как бы слабым местом является то, что такие карты необходимо дополнительно защищать. Ламинировать для того, чтобы не выцветал рисунок и, скажем так, для того, чтобы механически этот рисунок оставался, как бы, скажем так, не подвержен каким-то другим воздействием. Вопросы есть по этой части? То есть, что такое сублимация? Поехали дальше. Вот. Значит, термотрансферный метод печати. Это тот самый метод печати, когда изображение переносится, когда краситель переносится на поверхность карты с чёткими границами. Это монохромная печать. Это монохромная печать. Она, в отличие от сублимационного типа печати, устойчива к внешним воздействиям. И, скажем, и вот к такому типу термотрансферного переноса доступны только вот такие цветы. Вот. Разница отличия сублимационной печати и термотрансферной очень хорошо отображает вот этот рисунок, эта схема, где показано, как этот процесс происходит. Надо что-то дополнительно об этом говорить. Есть такой вопрос. В несколько слоёв можно печатать? Есть просто цвет, например, белый. На белой карте, например, бессмысленно печатать. Конечно. Очевидно, нужно либо какие-то чёрные карты, либо, например, напечатать сначала чёрный слой, потом сверху белый. Так, можно? Пожалуйста. Не пробовали? Нет. Вы просто увидите потом наслоение этих слоёв. То есть, как бы, визуально уже это будет заметно. Нормально всё получается. Мы пробовали. А это вот то, что применяется непосредственно в Хеликсе. Это и в старом Хеликсе, который назывался Примут-4, это технология ретранфурного переноса изображения. Когда существует лента, которая является непосредственно носителем ленты переноса, и полноцветная лента, которая изображение формирует с помощью печатающей головки и переносит, и только после этого подаётся карта, и с ретранфурной лентой изображение наносится непосредственно на карту. Значит, много нюансов, которые существуют при печати, да? Очень часто, это вот из практики, то, что изготовителей карт очень много, а качество иногда карта уже оставляет желать лучшего, и карта после печати, это из приёмного лотка она вылезает, да? Мы берём её в руки, она получается изогнутой. Вот в Примут-4 в своё время было встроено даже специальное устройство, которое вот эти изгибы позволяло нибелировать. То есть иногда хочется получить карту, нормально. Вот в новом Хеликсе, значит, при печати на картах практически вот этот эффект он как бы снибелировал. То есть вопросы они иногда закрыли, ребята. Они в этом плане очень молодцы, вот, поэтому я как бы думаю, что здесь за этим образом достаточно большое будущее. Вот. Никто не сталкивается в такой печати, когда карта вокруг получается гнутая? Вы сталкивались. Сталкивались? Да. Только после ламинации. После ламинации, да? Да. Односторонние или двусторонние? Да, у нас двусторонние. Двусторонние у нас. Поехали. Движения разные, соответственно, при ламинации последний печаток стой на карту он теплее. Соответственно, изгиб у него в сторону более тёплый. Совершенно верно. Регулируем температуру ламинации. Подбирать температуру, да? И ещё очень много. От самих карт зависит. Если карта... Карты и чайки, поэтому они одинаковые. Одинаковые, да? Мы просто пробовали печатать вот на картах китайского производства. Ну, их просто коробят со страшной силой. То есть она прям вот такая вылезает. Я пробовал на китайских наклейках, они прям наматываются на вал. На вал наматываются. Да. Вот о чём... О чём речь? О чём речь? Так. Вопрос по технологиям как бы есть? То есть принципиальное отличие? Нет, да? Пойдёмте дальше. Какие преимущества в себе хранит ретрансферный метод печати, да? Мы много говорим о том, что такое печать за края карты. Прошу прощения. Вот. На слайдах качество очень не сильно передаёт. Что значит печать за края карты? Дело всё в том, что лента переноса, на которой формируется изображение, оно получается чуть шире, чем сама карта. Поэтому и говорят о том, что печать осуществляется в край. Вот. Поэтому когда вы... Вот визуально у людей с пониженным уровнем зрения, да? Им как бы это не заметно. А вот край у карты, он получается... Вот здесь немножко как бы получается... Рестунок как бы сдвинут к центру. Вот. Дело всё в том, что специальные настройки, допустим, принтеры Helix, они позволяют настроить это изображение таким образом. То есть, если существуют какие-то проблемы именно с печатью, то есть выводом изображения непосредственно на принтер, то в самом принтере есть настройка, которая позволяет прям вот, то есть, разместить изображение чётко прямо по центру. Вот. Дальше что? Внутри чипы. Внутри чипы. Внутри чипы. Да, да, да. Нет. Ну, самое... Это... Всё, что касается специальных областей, которые не печатаны, да? Есть технологии, которые позволяют прямо их отдельно выделить для того, чтобы их обходить. Потому что, допустим, если вы будете печатать на смарт-чит, да, естественно, произойдёт просто повреждение плёнки. Она просто поцарапается в этом месте. Вот. Дальше. Вот мы уже говорили, да, то есть, возможность изображения на различные материалы. То есть, толщина плёнки, то есть, толщина карт, которая печатается сейчас на Helix, у него самый широкий диапазон. То есть, от истошных до чуть выше. Значит, Алексей уже говорил о том, что есть возможность печати принтеров MagicCard на перезаписываемых картах. Как эта технология работает? Во-первых, она поддерживается не на всех принтерах. Вот. Если у них память не изменяет. на всех принтерах? На всех принтерах. Вот. Для того, чтобы печатать на перезаписываемых картах, самое главное, что нужно, нужна сама перезаписанная карта. То есть, использование таких карт подразумевает многократное изменение информации, которая наносится на лицевую сторону карты. Потому что, в основном, после того, что мы видели, такая карта, у неё только один перезаписываемый слой. То есть, только с одной стороны. Вот. Что происходит? Непосредственно изображение наносится на карту с помощью печатающей головы. То есть, в таких принтерах, как Rio Pro, для этого достаточно просто вынуть карты. Вот. И сам принтер уже поймёшь, что печать будет осуществляться на перезаписываемых картах. Вот. Естественно, это монохромное изображение. Оно только одного цвета. Всё зависит от температуры, которая есть. Вот. Для чего применяется? Ну, вот. Я с такими картами встречался, когда на гульнулых курортах. Для того, чтобы человека идентифицировать на подъёмнике, выдаётся карта, бесконтактная карта доступа и на ней наносится изображение. Вот. Оно такое интересное, своеобразное, модноватое слегка получается. И это изображение боится механических воздействий и температуры. То есть, оно под воздействием температуры, грубо говоря, разрывается. Да. А печатная коробка не вылетает? Нет. То есть, получается, карта-то не новая? А был? Вот. Вопрос хороший. Вопрос хороший. Значит, смысл этих карт заключается в том, что, когда человек карту подносит, то есть, подаёт в принтер, он должен понимать, что если там карта уже готова, то есть, может нанести вариант в голове, да? То есть, не надо такую карту просто использовать. Вот. Просто очень много, ну, всё зависит от самого человека, который этим принтером пользуется. так. Много сегодня уже говорилось о том, что существует достаточное количество технологий, которые позволяют защищать карты. Вот основные из них изображены именно здесь и как они выглядят на самом деле. То есть, на самом деле, что из себя представляет карта, да? Карта – это большой такой слоёный пирог, на котором в этом пироге, значит, у каждого, значит, слоя есть своё определённое назначение и свои свойства, да? То есть, если мы, допустим, говорим о ламинации, да? О ламинации. Замечательно. Это самый верхний слой. Это может быть и верхний слой, и нижний, если карта ламинируется на двух сторон, да? Дальше. Чип с контактной картой. Это, соответственно, грубо говоря, то, что уже встроено непосредственно в саму карту. Вот Фил говорил о том, что вот эти вещи, как вот халопачка – это свойства, как бы, то, что при принтере – это вы берёте уже карту, на которой уже такая область наличена. То есть, это не свойства ленты, не свойства принтера. То есть, принтер умеет распознавать карты, в которых есть вот этот халопач. И непосредственно на этой области изображение уже не наносится. Вот. Что ещё? Значит, все принтеры Magikart позволяют кодировать карты с магнитной полосой, бесконтактные чипы, и в том числе и смарт. из ноги. Вот. И, скажем так, в качестве дополнительных опций, да, это плёнки с защитными белограммами. ещё очень интересное свойство, которое есть у Примы, четвёртой и у Хеликса – это то, что у них есть специальная лента с ультрафиолетовой областью. То есть, это то, что мы можем напечатать халокуту не только в виде, скажем так, вот этих вот псевдоводяных знаков, а ещё и знаков, которые видны только под ультрафиолетом. Чтобы посмотреть, как это на самом деле выглядит, да? Видно? Это вот один из встроенных халокутов из десяти, которые есть в Хеликсе. То есть, десять стандартно встроенных халокутов, то есть не кастомизированных, а которые уже есть здесь, их просто можно выбрать непосредственно из меню или из настроек программного драйвера. Вы выбираете, и эта халокута будет подпечатана, да? Что? Нет? Ставь. Всё? Привет. Свет. Какая лента особня? Да. Значит, там есть лента, которая…. Она «с МА-к», вот буквка «Г» на конце, означает, что у ленты есть ультрафиолетовая балласть. Но тут интересно написано, что это внойные знаки, значит… И если от ультрафиолетовой, то это как бы псевдо внойные знаки, которые видны под определенным углом. Вот этот слайд очень хорошо демонстрирует срез по всей линейке принтеров MagicCard, который говорит о том, для каких задач эти принтеры можно выбрать. В зависимости от нагрузки печати, в зависимости от того, что вы желаете, можно получить такую информацию. Еще обращаю внимание, есть такой нюанс, при переходе моделей с одного на другой, при выпуске новых моделей, иногда требуется найти драйвер. Я вас очень убедительно прошу, обращайся, пожалуйста, к нам для того, чтобы правильно найти, потому что мы сталкивались с такими вопросами, когда возникала такая необходимость у наших партнеров, чтобы на новый драйвер найти, на новый принтер не могли подобрать правильный драйвер под новую персону систему. Неправильно сказал, под старую персону систему. По-моему, подвинуть 2000. То есть были какие-то нюансы при печати, допустим, в семерке и в 2000. Нужен был разный драйвер. Будьте внимательны. Сейчас проблемы как бы по большому счету мы закрыли, и нет таких нюансов. Но вот бывают, встречаются такие нюансы. Продолжение следует...